Бузина черная аурия – описание и характеристики сорта. Наибольшей декоративной ценностью среди всех видов данного растения обладает бузина черная аурия. Благодаря этому свойству растение часто становится одним из лучших украшений садовых и дачных участков. Особенно красиво растение и смотрится в качестве живой изгороди. Бузина черная на латыни самбукус нигра аурия отличается от других разновидностей своими внешними характеристиками и ценностью ягод. Краткая характеристика сорта. Прямостоячий кустарник обладает широкой развесистой кроной и тем самым привлекает к себе повышенное внимание. Культура может вырастать до 2,5 и даже 3 метра в высоту. Крона легко подается формированию и способна принимать вертикальный вид или же форму шара. Бузина аурия произрастает на лесных опушках и фарках. Садоводы предпочитают высаживать культуру вдоль периметра земельного участка, используя кустарник в качестве защиты от ветра и грязи, которая вместе со сквозняком может попасть на растение. Также бузину размещают рядом с местом отдыха, так как источаемый листьями запах отпугивает насекомых. Важно! Кустарник хорошо растет как на солнечных участках, так и в полутени. Достаточно легко переносит загрязненный городской воздух, при этом не способен расти на кислых почвах. Лучше всего для бузины черной подходит умеренно увлажненная рыхлая земля. Культура распространена в Европе, Украине, в Северной Африке, Молдавии. Описание и культуры. Бузина черная аурия характеризуется следующими особенностями. Гладкая кора окрашена в серый цвет, листва светло-зеленая на кончиках листьев присутствует, желтизна осенью и весной полностью желтеет. Максимальная длина листовой пластины составляет 30 сантиметров по краям. Имеет зубчики, цветки имеют белый оттенок, соцветия костевидные пахнут очень приятно, диаметр плодов составляет 5-7 миллиметров. Ягоды съедобные. Сочные, черные, с блестящей поверхностью. К сведению. Период цветения выпадает на конец июня, начало июля и продолжается 3-5 недель. Бузина канадской аурии не требует особенного ухода, легко переносит отсутствие света, затопление обладает морозостойкостью. А вот засуху кустарник выдержать не способен. Бузину рекомендуется обрезать, данная процедура омолаживает культуру. Похожими между собой сортами, с которыми можно легко перепутать аурия, является бузина кистистая аурия, бузина красная аурия, лоцениата. Ажурная раскидистая крона бузины кистистой достигает в диаметре 3 метра. Цветки небольшие, имеют белый окрас. Плоды мелкие темно-фиолетового цвета. Посадка. За месяц до процедуры готовят яму глубиной 80 см и диаметром 50 см. ВК полунку формируют две кучи земли с верхней части грунта и с нижней. Если планируется вырастить бузину в форме дерева, рекомендуется вбить в яму деревянный кул, на который она будет опираться в процессе. Бузина черная. Инструкция по посадке. Верхний грунт смешивают с 7 килограмм удобрений, фосфором, калием и перегноем и высыпают одну третью часть полученной смеси на дно ямы. Перед высадкой культуры ее разрыхляют и помещают туда саженец. Затем в лунку высыпают землю без удобрений, нижний слой, а потом формируют верхнюю часть грунта удобренной почвой. В результате шейка корня должна находиться чуть выше земли. Затем грунт притаптывают и поливают большим количеством воды. Уход. Каждую весну рекомендуется обрабатывать стволы скелетной ветви бузиной известью. Затем проводится дезинфекция садовым вором. Вместо него также можно использовать марганцовку. Также следует проводить формовочную обрезку растения, после которой нужно продезинфицировать культуру бордоской жидкостью. Когда кустарник отцветет, его обрабатывают вторично с целью профилактики заболеваний и защиты от вредителей. Обратите внимание, нужно регулярно осуществлять полив и рыхление грунта и не допускать при этом застаивания воды в почве. В жару растения поливают один раз в неделю в количестве одного ведра. Если грунт плодородный, удобрять землю не обязательно. Если же питательных веществ в нем недостаточно, делают подкормку органикой. Болезни и вредители кустарник редко страдают от болезней и паразитов. Единственный вредитель, который ее поражает таля. Чтобы предупредить ее распространение и атаку на растения, весной бузину обрабатывают карбофосом. Иногда культура заболевает мучнистой росой. В этом случае кустарник нужно опрыскать фунгицидом. Таляна бузине бузина в ландшафтном дизайне. Бузина черная очень красивый кустарник, поэтому отлично подходит для декорирования садовых участков. На маленькой территории бузина черная репа дойдет для создания одноредной изгороди. Благодаря необычной листве и яркому цветению можно украсить бузиной практически любую декоративную композицию, состоящую из крупных компактных кустарников. Выращивать бузину ари в саду совсем несложно. Если обеспечить культуре основной уход растений, ответит пышным продолжительным цветением, издающим приятный аромат и порадует обильным плодоношением. К тому же ягоды бузины очень полезные и вкусные. 00 в от артикле ратинг.